А вы знаете, зачем мусоровозы взвешивают? Причем важен не только вес, но и плотность привезенного ими мусора в килограммах на метр кубический. Все полигоны ТКО в регионе должны быть оборудованы весовыми платформами. Зачем это и как работает, расскажет Илья Лядвин. Принцип работы этих весов очень прост. Смотрите, сначала загруженная машина взвешивается на первых весах. Прямо сейчас мы видим, что это происходит. Затем разгружается и на обратном пути. Уже пустая машина взвешивается повторно. Именно эта разница в массе и отражает объем везенных отходов. Весовые комплексы также оснащены системой видеоконтроля. В режиме онлайн за выездами могут наблюдать сотрудники Белгородского центра экологической безопасности. Ни одно нарушение не останется незамеченным. Несанкционированная выгрузка исключена. За процессом следят и местные контролеры. Они фиксируют все документально. Вот маршрутные листы, путевой листы, талон. Мы здесь пишем вес, все данные, откуда он привез, время, число. С контролем все понятно. Но зачем настолько сложная и точная система, если речь идет о мусоре? Это нужно для оперативного контроля объема образования отходов и перевезенных отходов. Этот контроль способствует справедливому расчету с транспортировщиками за перевезенный объем мусора. Кроме того, такой подробный учет вплоть до коэффициента прессовки дает представление о загруженности полигонов. Новый порядок вступил в силу в этом году вместе с постановлением правительства об утверждении правил коммерческого учета объема и массы ТКО. Водители мусоровозов нововведения восприняли неоднозначно. Некоторые недовольны, что приходится постоянно выходить из кабины. В целом, как относитесь к тому, что теперь мусор взвешивают постоянно? Почему бы и нет? Взвешивают. Правила есть правила. А вы представьте, 200 раз выскочить, заскочить в машину. Нормально? Да нормально. То есть не затруднительно, да? Нет, конечно. Это наоборот еще лучше. А чем лучше по вашему мнению? А потому что уже не скажут, что неправильно замерили или что завесили. Нельзя сказать, что весовые комплексы – это новшество сегодняшнего дня. Например, Белгородский полигон твердых коммунальных отходов оснащен ими уже год. Сейчас в области таких официальных мест складирования отходов 16. 14 из них уже оснащены весовым оборудованием. Два полигона будут закрыты. Илья Лядвин, Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на мире Белогорья.